Пленарная сессия Big Picture или Большая картина в рамках международной конференции Satellite Russia NCIS 2020 началась 23 июля в 10 утра. На экранах люди, которые руководят компаниями, работающими в космической индустрии. В целом в этом мероприятии, которое в силу понятных причин проходит в онлайн-формате, принимают участие сотни людей из разных стран мира. В офисе компании «Газпром Космические системы» к дискуссии присоединяется генеральный директор Дмитрий Севастьянов. Тема его выступления – бизнес и развитие «Газпром Космические системы» в современных условиях. А условия эти, как известно, весьма изменились. Очевидно, что сегодня отрасль переживает непростые времена. Проблемы мировой экономики, вызванные в частности пандемией, неблагоприятно сказались на бизнесе спутниковых операторов и провайдеров космических услуг. Однако компания «Газпром Космические системы» оказалась готова к испытаниям, во многом благодаря тому, что к моменту начала кризиса она имела современную космическую и наземную инфраструктуру, отлаженные бизнес-процессы и квалифицированные кадры. На сегодняшний день орбитальная группировка «Газпрома» состоит из пяти спутников связи «Ямал». В прошлом году в точку 49 градусов восточной долготы был выведен космический аппарат «Ямал-601» – самый мощный по пропускной способности спутник связи российской орбитальной группировки. В зоне обслуживания спутников компании «Газпром Космические системы» находится не только Россия, но и значительная часть земного шара. В рамках конференции о программе развития «Орбитальная группировка» «Газпром Космические системы» рассказал генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров. С докладом выступил и первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич. Сегодня большое внимание уделяется государственной программе развития спутниковых технологий «Сфера». Эта комплексная и масштабная программа даст новый импульс развитию российской космической индустрии и откроет дополнительные возможности для сотрудничества государства и бизнеса в этой отрасли. Кстати, все перспективные проекты «Газпром Космические системы» включены в эту программу. Подчеркнул Юрий Урличич то, что реализовать программу «Сфера» поможет современное сборочное производство космических аппаратов, которое строится сейчас в Щелково. Это совместное наше стратегическое сотрудничество с «Газпромом» создание этого сборочного производства космических аппаратов. Вы видите справа, на какие задачи настроено это производство. Ну и я думаю, что мы будем это сотрудничество развивать и продолжать это сотрудничество. В конце прошлого года строительство началось, и сейчас оно идёт полным ходом. И мы полностью уверены в том, что сроки, которые были заявлены, это вторая половина 2022 года, завод будет введён в эксплуатацию. На производстве будут создаваться космические аппараты связи и дистанционно-зандирной земли средней и большой размерности. Здесь же будет организовано середине производства малых космических аппаратов для многоспутниковых систем связи и дистанционно-зандирной земли, в том числе в интересах программы «Сфера». Хочется верить, что таким образом строительство завода по сборке спутников «Щёлково» поможет решить задачи, которые стоят сегодня в области развития спутниковой технологии и напрямую связаны с процессами жизнедеятельности на Земле. Мир переходит в цифровую эпоху, и тут роль таких компаний, как «Газпром» космические системы, становится всё более важной. И руководство компании ставит перед собой следующие задачи. Развитие орбитальной группировки на принципах самоокупаемости без привлечения государственного финансирования. Создание условий для импортозамещения в области высоких технологий, содействие сокращения цифрового неравенства населения. Вот та перспектива, которая ясно видна уже сегодня. И ещё один немаловажный нюанс – это то, что в городе Щёлково появится новое космическое предприятие, что ещё больше сблизит нас с космическими просторами, открывая новые горизонты работы на родной Земле. Лилия Тиммиева, Анна Балиет, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.